Добрый день, ребята! Тема нашей видеоконсультации – Гомельская область. Для изучения темы вам понадобится учебное пособие по географии Беларуси для 9 класса, атлас по географии Беларуси для 10 класса, контурная карта по географии Беларуси для 9 класса. А также, если вы ранее использовали, то рабочая тетрадь по географии Беларуси или тетрадь для практических и индивидуальных работ по географии Беларуси. Напоминаю вам о том, что комплексная экономика географическая характеристика региона дается по общепринятому в географии плану. Вначале определяются роли региона в хозяйстве страны. Далее дается характеристика и оценка географического положения, природных ресурсов, особенностей населения, хозяйства, крупнейших экономических центров. Определяются внешнеэкономические связи. Давайте определим роль Гомельской области в хозяйстве страны. По удельному весу валового регионального продукта ВВП страны Гомельская область уступает только Минску и Минской области. На долю сферы услуг приходится 43,6% ВВП Гомельской области. На долю промышленности около 38%. Здесь сосредоточено около 20% промышленного производства страны. Географическое положение в Гомельской области Гомельская область располагается на юго-востоке Беларуси. Область граничит с Россией и Украиной, а также с Брестской, Минской и Могилевской областями. Часть границы после аварии на ЧАЭС оказалась в пределах зоны отчуждения. В области находится самый южный пункт страны, около поселка городского типа Камарин Брагинского района. Площадь области 40,4 тысячи квадратных километров. Это самая крупная в стране по площади области. Для закрепления изученного материала вы можете выполнить задание номер 1 на страницах 125-126 в рабочей цитрате по географии Беларуси или задание номер 1 на странице 29 в контурной карте по географии Беларуси. При выполнении задания используйте карты на странице 4,5, 64, 65 атласа по географии Беларуси. Природные ресурсы Гомельской области Сложное геологическое строение обусловило богатство Гомельской области полезными ископаемыми. Здесь добываются нефть, выявлено около 80 ее месторождений. Крупнейшими являются Реческое, Осташковическое, Вишинское, Южно-Осташковическое и Южно-Сосновское. Ведется добыча торфа. На западе и юге Беларуси есть месторождения бурого угля и горючих сланцев, разработка которых возможна в перспективе. Гомельская область обладает большими запасами калийных и каменной солей. Разведаны Петриковское и Октябрьское месторождения калийных солей, а также Мозовское и Давыдовское месторождения каменной соли. Разведаны месторождения стекольных и формовочных песков, гипса, каолину, строительного камня. Большинство из них встречаются только в Гомельской области. Территория области размещена в пределах Полесской и Приднепровской низменности с высокой заболоченностью и лесистостью. На юго-востоке области находится Мозорская гряда. Сельскохозяйственные земли занимают 33% территорий, что значительно меньше, чем в других областях. Здесь широко распространены зерновые, заболоченные, торфяно-болотные и пойменные почвы. Более половины сельскохозяйственных угодий занимают миллиарированные земли. Гомельская область хорошо обеспечена агроклиматическими ресурсами. В результате потепления климат приближается к лесостепному. Область достаточно хорошо обеспечена водными ресурсами. Здесь протекают самые крупные полноводные реки страны. Припять с притоками Птич-Уборт, Днепр с притоками Березина и Сош. Широкие поймы рек обустовывали формирование большого количества озер Старец. Из крупных озер остаточного происхождения выделяется озеро Червоное в Житковическом районе. Лисистость Гомельской области максимальная в стране и составляет около 50%. Из природоохранных объектов здесь более 50 заказников и 60 памятников природы. Также находится национальный парк в Припятске. Область характеризуется наличием региональных экологических проблем. Даже спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС площадь загрязненных радионуклидами земель составляет более 60%. Здесь располагается зона отчуждения с Полесским радиационно-экологическим заповедником. Он является уникальной площадкой для изучения воздействия радиации на живые организмы. Для закрепления изученного материала вы можете выполнить задание номер 2 на странице 126 в рабочей тетради по географии Беларуси или задание номер 2 на странице 29 в контурной карте по географии Беларуси. При выполнении заданий используйте карты на странице 64-65 от класса по географии Беларуси для 10 класса. Население Численность населения Гомельской области 1 млн 415 тысяч 700 человек. По данному показателю область занимает второе место после Минска. Плотность населения 35 человек на квадратный километр. И по данному показателю Гомельская область превосходит только Витебска. На размещение населения и его численность большое влияние оказала авария на ЧАЭС. На загрязненных территориях проживает более 70% населения области. По национальному составу преобладают беларусы. Географическое положение области предопределило значительную долю русских и украинцев. Для закрепления материала вы можете выполнить задание номер 3 на страницах 126-127 в рабочей тетради по географии Беларусь. Или задание номер 1 и 2 на странице 77 в тетради для практических и индивидуальных работ по географии Беларусь. При выполнении заданий используйте карты на странице 64-65 атласов по географии Беларусь. Хозяйство. В области работает 1300 предприятий, около 200 из которых относятся к крупным и средним. Крупными промышленными центрами области являются Гомель, Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск. Для привлечения инвестиций и создания совместных предприятий функционирует свободно-экономическая зона Гомель-Артон, резиденты которой работают во многих городах области. Гомельская область характеризуется наиболее развитой горнодобывающей промышленностью, на долю которой приходится 4,2% промышленного производства. Здесь концентрирован весь объем добычи нефти и попутного газа, стекольных и формовочных песков. В Речице работает единственный в стране газоперерабатывающий завод. Практически вся электроэнергия производится на ТЭЦ, которые работают в Гомеле, Светлогорске и Мозыре. Из-за равнинного рельефа в области нет ГЭС. В области электроэнергия вырабатывается и на солнечных электростанциях. В Речице и в деревне Соболи Брагинского района построены самые крупные в стране СЭС. В структуре обрабатывающей промышленности лидирует производство нефтепродуктов и металлургическая промышленность. Главная отрасль специализации – это нефтепереработка. Мозырский нефтеперерабатывающий завод производит почти половину промышленной продукции области. На втором месте по объему промышленной продукции находится металлургия. Белорусский металлургический завод находится в Жлобине. Он производит почти 100% стали и проката в стране. Стальные трубы, металлокорд и другую продукцию. На Реческометизном заводе налажено производство крепежных изделий и проволоки. В Гомеле – чугунное, художественное и печное литье. Производство пищевых продуктов составляет 16% в обрабатывающей промышленности Гомельской области. Самой известной продукцией пищевой промышленности являются молочные консервы, которые выпускаются в Рогачеве. В Мозыре производят пищевую соль. В Гомеле – маргарин. Производство конфет налажено в Гомеле, Наровле и Мозыре. В 2013 году Туровский молочный комбинат начал работу по производству полутвердых и мягких сыров по итальянской технологии. Знаменитым брендом предприятия является Банфест. Получила развитие в области и машиностроения, а также химическое производство. В Гомеле выпускают кормы и зерноуборочные комбайны, лифтовое оборудование, подшипники. В Гомеле производят фосфорное удавление, резиновые изделия. В Гомеле и речице – пластмассу. В Калинковичах около 80% мыла, а также чистящие и моющие средства. В Светлогорске – химические волокна. Хорошо развито дерево, обрабатывающее мебельная и целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство строительных материалов. Наибольшее значение имеет производство древесной целлюлозы, бумаги и картона на Светлогорском целлюлозно-бумажном комбинате. В школьном тетради в Добруше, обои в Гомеле, мебели в Мозыре и Гомеле. Гомельская область является единственным производителем в стране фарфора фаянсовой посуды в Добруше и листового стекла в Гомеле. Гомельская область производит около 16% сельскохозяйственной продукции страны. Специализируется на молочном основе в скотоводстве, свиноводстве, кормопроизводстве, в сочетании с зерновым хозяйством, развитом картофелеводстве и овощеводстве. Вокруг Гомеля сформировалась зона пригородной специализации сельского хозяйства. В структуре посевных площадей наибольшей площади занимают кормовые культуры, на втором месте зерновые. В настоящее время площади посевов рапса и овощей увеличились, а картофеля и льна уменьшились. Производство животноводческой продукции в области также невелико. По валовому производству мяса и молока Гомельская область уступает многим регионам страны. Удельный вес отраслей сферы услуг в Гомельской области 43,6% ВРП. Через область проходит главная железнодорожная и автомобильная магистраль. Гомель – это крупный железнодорожный узел. По протяженности железных и автомобильных дорог грузообороту область занимает одно из последних мест в стране. В грузообороте значительная роль принадлежит трубопроводному транспорту. Количество объектов в социально-культурной сфере невелико. Необходимость усиления медицинского контроля за населением, пострадавшим от радиоактивного загрязнения, привела к развитию здравоохранения. Традиционно развита сеть объектов в сфере образования. В грузообороте функционируют 6 университетов, более 30 колледжев и лицеев. Гомельская область занимает одно из первых мест в стране по количеству памятников – музеев. Туристским брендом области является двухдневный маршрут «Золотое кольцо Гомельщины», который проходит через Гомель, Ветку, Чечерск, Красный Берег, Туров, Мозырь, Юровичи, Речицу, Лоев. Более подробную информацию можно найти на национальном образовательном портале, перейти на который вы сможете через QR-код на странице 230 учебного пособия. Для закрепления материала вы можете выполнить задание 4.5. Задание рубрики «Размышляем» на странице 127 в рабочей тетради «География Беларуси». Задание номер 3.4.5 на странице 29 в «Контурной карте по географии Беларуси». При выполнении заданий используйте карты на странице 64-65 «Атласа» по географии Беларуси для 10 класса. Крупнейшими экономическими центрами Гомельской области являются Гомель, Мозырь, Жлобин. Гомель – крупнейший промышленный и культурный центр области и страны. Он имеет периферийное положение и расположен на востоке области на реке Сож. Город основан в 12 веке. Сейчас является вторым в стране по численности населения. В нем проживает 535 700 жителей. В городе более 100 промышленных предприятий, которые специализируются на машиностроении и металлообработке, химической промышленности. Крупнейшие предприятия города – Гомель «Сельмаш» и Гомельский химический завод. Также в городе производят обои, мебель, листовое стекло, продукцию пищевой промышленности. Развита сфера услуг. Здесь работают театры, музеи, цирки, филармонии. Главной достопримечательностью города является Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Вторым по численности населения и промышленному значению города в области является Мозырь. В нем проживает 112 000 жителей. Городообразующее предприятие – Мозырьский гневзоперерабатывающий завод. В городе производится более 80% пищевой соли. Отопительное оборудование для агропромышленного комплекса выпускает предприятие Мозырь-Сельмаш. Мозырь является одним из крупнейших речных портов страны. Из объектов социально-культурной сферы наибольшее значение имеют педагогический университет и драматический театр. Жлобин Жлобин – один из крупных промышленных центров области, в котором проживает 76 000 жителей. Размещается в Жлобин на севере области на реке Днепр. Городообразующим предприятием является Белорусский металлургический завод. В городе также выпускается продукция пищевой и легкой промышленности. Сфера услуг представлена торговыми объектами, колледжами, спортивными сооружениями, историко-креевическим музеем и зоопарком. Для закрепления материала вы можете выполнить задание рубрики «Домашние задания» на странице 128 в рабочей тетради по географии Беларуси или задание номер 4 на странице 78-79 тетради до практических и индивидуальных работ. При выполнении заданий используйте карту на странице 64-65 атласа географии Беларуси для 10 класса. Внешнеэкономические связи Гомельская область экспортирует нефть, черные металлы и изделия из них, молочную продукцию, минеральные удобрения, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, жиженый газ, пластмассовую тару, полированное из стекла. Для закрепления изученного материала по теме «Гомельская область» ответьте на вопросы на странице 231 в учебном пособии по географии Беларуси. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...